Как рассказали в Бишкек глав архитектуре, проект строившейся пристройки к жилому дому был экспериментальным. Возможно, в этом была причина ее обрушения. Прежде чем выдать разрешение на новое строительство, ведомстве рассматривают соответствие предлагаемого проекта необходимым градостроительным нормам на бумаге. Контроль за исполнением этих норм при непосредственном строительстве в сферу компетенции Бишкек глав архитектуры уже не входит. Бишкек глав архитектуры в первую очередь рассматривает подаваемые заявления на соответствие градостроительной документации. По строительству, по конструктивной части мы документы не рассматриваем, мы ставим условия, как должно быть. А то, что они наши требования выполнили или не выполнили, это компетенция уже других структур. По словам сотрудников госэкотехинспекции, ЧП, скорее всего, произошло по причине обычной небрежности рабочих, плохо укрепивших поддерживающие стойки. По словам инспекторов, ответственность за соблюдением строительных норм, в том числе и безопасности, лежит на прорабе представляющего подрядчика и специалистов технадзора от заказчика строящегося дома. Госэкотехинспекция, в свою очередь, осуществляет государственный надзор. Однако, может делать это лишь по завершении определенных этапов строительства, и то лишь по приглашению самих строителей. Мы составляем график этапной приемки, утверждается и заказчикам, и нами. И они уведомляют нам, что просим направить инспектора принять первый этаж в каркас или колонну. И инспектор приходит туда, он начинает проверять. По словам главы проекта стратегического развития строительной отрасли Ганя Абдрасилова, это уже четвертый подобный случай в столице в течение только этого года. И в этом нет ничего удивительного, если разрешение на строительство выдает один орган, работы контролирует другой, и то по приглашению третьей, причем заинтересованной стороны. В прежнее время, по словам Абдрасилова, за всем процессом строительства осуществлялся авторский надзор, вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. За подобные ошибки тогда сажали в тюрьму. Ответственность должна быть персонифицирована. Сегодня госинспекция будет ссылаться на строителей, строители будут ссылаться на инспекцию, на глав АПУ, глав архитектуры и так далее. Концов не найдете, крайних не будет, это однозначно. Должен быть один главный контролирующий орган, который должен объединять себе и авторский надзор, и качество строительства, и принятие объекта в эксплуатацию. И ответственность, самое главное, за некачественное строительство. По словам Абдрасилова, отсутствие жесткого контроля при строительстве жилых объектов сейчас, а также стремление предпринимателей сэкономить на материалах или пренебречь правилами безопасности, могут обернуться трагедией через 10 или даже 15 лет. Послабление бизнесмена в виде сокращения проверок контролирующих органов, сведенных практически до минимума, ни в коем случае не должно отражаться на качестве строительства жилых домов. Буты Сайф, Нурбек Капаров, НТС.